Добрый день! В предыдущем видео я рассказывал о пироге теплого пола и укладке утеплителя. Сейчас же расскажу о тонкостях монтажа труб. Схема укладки предстоит нам вот такая. Ее мы проектируем заблаговременно, чтобы понимать сколько трубы нам нужно, ну и какой длины и на сколько выходом нам нужна гребенка для подключения этих контуров. Кто не смотрел предыдущее видео, опишу в двух словах. Трубу использую диаметром 16 мм PEX. Основная часть площади укладывается с шагом 15 см. Ванной и краевые зоны с шагом 10 см. Котельную укладываю с шагом 20 см. Площадь этажа 50 квадратных метров. Задача уложить 5 контуров по данной схеме. Все контура у меня приблизительно одинаковой длины. По проектированию схемы раскладки труб рассказывал в одном из предыдущих видео. Сейчас же приступим к практической части. Все контура я начинаю раскладывать с гребенки. Ну и завершать раскладку тоже буду тут. Ну и думаю это очевидно. Все трубы в начале и в конце контура я одеваю в утеплитель. Утеплитель применял разного цвета. Подача у меня в красном утеплителе, а обратка охлажденная жидкость в синем утеплителе. Утеплитель применяю, поскольку трубы идут к гребенке под ступеньками. И топить это пространство нет существенной необходимости. И вторая причина, более важная, это то, что трубы идут с небольшим шагом относительно друг друга. Перегрев пола возле гребенки нам тоже не нужен. Сначала надеваю нужной длины утеплитель. Труба первого контура приходит у меня сквозь стену. Поэтому утеплитель начинается от гребенки, проходит сквозь стену и еще на полметра продолжается от стены в помещение. Далее срезаю ровно край трубы, если он неровный, вот такими вот ножницами для труб. Надеваю евроконус на конец трубы и в такой последовательности фиксирую на гребенке трубу подачи первого контура. Затягиваю разводным ключом, ну и все готово. Далее по схеме раскладываю трубу. На полу у меня сетка МАК, которая надежно закреплена зонтиками. Трубу же к сетке креплю стяжками. Размер стяжек 3,6 мм на 200 мм. Стяжками креплю таким образом, захватывая трубу и сетку на пересечении двух прутков. Тогда труба хорошо фиксируется и не гуляет по сетке. Даже при плюс 5 в помещении я без особого труда смог разложить данную трубу. Гнется труба относительно неплохо, но это все же не садовый шломок. Гнем очень аккуратно, в меру, чтобы не переломить. Она конечно же не разломится, но будет в этом месте испорчена форма трубы. Это не критично, но немного может ухудшить проточность теплоносителя в этом месте. Начиная с внешнего края, но это не важно откуда начинать, если у вас есть четкая схема раскладки. Креплю стяжкой каждый метр протяженности на поворотах приблизительно каждые 30 см. Но повороты бывают разные, поэтому смотрим по месту, регулируем уже сколько стяжек надо и так далее. В конце прутков на сетке, которые проходят очень близко к трубе, я загибал пассатижами, таким образом, чтобы они смотрели в сторону утеплителя. Это позволяет уберечь трубу от повреждений. Так, дальше. Прохожу трубой под стеной по схеме и начинаю заворачивать ее в улитку на расстоянии 30 см. Поскольку, когда я дойду до центра, между этими двумя трубами будет уйти уже обратная. И по итогу шаг трубы у нас получится 15 см. Поскольку раскладываю сам, а бухта с трубой довольно тяжелая и ее нужно раскручивать постоянно, решил упростить себе немножко жизнь и сделал такой незамысловатый механизм для размотки этой бухты в автоматическом режиме. Так сказать. Подвесил бухту на обычной лопате, вот таким вот образом, а теперь я просто тяну за конец и она сама разматывается. Процесс упростился. К сожалению, сам процесс раскладки показать не могу. Видео тогда еще не снимал, но получилось очень даже красиво. Аж заливать бетоном не хочется такую красоту. Ну ладно, сейчас не об этом. Еще из моментов. Каждая комната должна быть залита отдельной плитой. Если комната сложной формы, то и в этой комнате плита должна делиться на несколько секций. Между этими плитами должна быть демпферная лента, которая будет принимать на себя микроподвижки плит теплого пола при изменении температуры. Деление теплого пола на секции делается для избежания появления трещин. При прохождении демпферного шва стыковки двух плит труба должна иметь защитную оболочку, чтобы в этом месте не повредиться. Ну, чтобы не повредилась при подвижках пола. Для этого я применил вот такую вот гофру. Она длиной чуть больше метра. Приблизительно по полметра в каждую из сторон от шва. Так поступаем со всеми трубами на всех переходах плиты в плиту. Как вы видите на фото, сообразил вот такой вот бортик со стерадура в том месте, где будет демпферный шов. Заливка будет проводиться поэтапно вручную. Сначала залью коридор. На следующий день, когда стяжка схватится, заменю этот бортик на демпферную ленту и уже смогу залить остальные комнаты. И в конце контура опять одеваем утеплитель, уже синий, и подсоединяем аналогично евроконусом к верхней гребенке. И самая интересная работа напоследок. Обрезаем все хвостики стяжек. Для этого я применял кусачки. Подытожим. Стяжек у меня ушло где-то порядка 1000 штук. Точно уже не помню количество купленных пачек. Трубы ушло практически столько, сколько я и запланировал. Ну, плюс-минус пару метров там отклонения от плановой длины. Раскладка по времени у меня заняла 2 дня. Дальше буду ставить маяки и лить стяжку теплого пола своими руками. В общем, подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok